Добрый день! Сегодня у нас девятнадцатая лекция, называется «Уровни». Кое-кто, конечно, слышал про уровни в моих предыдущих лекциях других циклов, но в этой мы их ни разу не поминали. Давайте вернемся вот к этому кадру. Мы выяснили, что задачи можно расположить в некотором трехмерном пространстве, все задачи, с которыми сталкивается человек, точнее все требования, всех задач можно расположить по трем измерениям. Модальность, темпоральность и сложность. С модальностью и темпоральностью мы уже подробно работали, со сложностью пока нет. Вот карта личности четвертая версия, которую мы смотрели в прошлый раз. Большой фрагмент описывает модальности, следующий фрагмент — темпоральности, а про сложность надо добавлять. Вот тут потоки перечислены. Напомню, что красное — это сильно представлено, желтое — поменьше представлено, зеленое представлено совсем мало и что это описывает именно меня, конкретного человека. И потоки тоже мои, сопоставлены с этими параметрами карты личности. Ну вот про что можно сказать про сложность. Во-первых, надо для сложности выработать определенную шкалу. Чтобы измерять, надо иметь шкалу. Вот здесь ведь есть шкала для модальности и темпоральности, и здесь должна быть шкала для сложности. Ну самое простое — разобьем задачи на низкой сложности, средней сложности и высокой сложности. Ну давайте посмотрим высокая сложность. Вот философия, искусство и наука — это задачи высокой сложности. Будем считать, что это все шесть и восемь, философия — седьмой уровень, наука — шестой, а искусство — восьмой. И еще будем считать, что вот эта серая зона, которая между философией и регуляторикой показана в одной из предыдущих лекций предыдущего цикла, что некоторые ее компоненты лежат отчасти на седьмом, отчасти на восьмом уровне, отчасти на шестом, отчасти на седьмом. Скажем, логика и методология — отчасти шестой уровень, отчасти седьмой. Эстетика и этика — отчасти седьмой, отчасти восьмой. Это такое первое знакомство с задачами высокой сложности. А вот задачи низкой сложности — это то, что может решать ребенок, ну скажем, до двух лет точно. Вот здесь две задачи. Первого уровня задачи — ситуация ввод. И второго уровня задачи. Мы подробнее расскажем, почему это две разные задачи. Ну а первый и второй уровень представлены здесь. Это мой внук, ему еще нет двух лет. Ну вот его задачи первого и второго уровня сложности. показаны здесь. А вот задачи средней сложности — это задачи, с которыми может столкнуться автолюбитель третьего, четвертого, пятого уровня. Вот это я лично десять, нет, двадцать лет тому назад. Давайте посмотрим уровни, которые представлены вот в моей личной карте. Будем считать, что это пятая версия карты. Оказывается, что третий и седьмой уровень представлены сильно, шестой и восьмой поменьше, а первый, второй, четвертый, пятый — совсем мало. Ну и это, в общем, соответствует тому, что восьмой — поэзия желтый. Шестой — педагогика и восьмой — педагогика. Это значит, что там есть и искусство, и наука. Философия, которая в седьмом присутствует — это все сходится. Еще одно наблюдение могу сказать прямо над этой картой, что если вот вождение автомобиля — это третий, четвертый, пятый уровень, то третий присутствует хорошо, а четвертый, пятый — плохо. Это значит, что я как автолюбитель, в общем, ниже среднего. Вообще, если в деятельности требуются определенные уровни, а у вас они представлены отчасти, так вот эта вот мера вот этой представленности говорит о том, насколько вы хорошо в этой области области работает. Если все сто процентов требуемых уровней представлены, то очень хорошо. Если там два из трех, один из трех, то, соответственно, хуже. Мы, конечно, еще будем говорить об уровнях в следующих лекциях, более подробно с примерами, но вот на сегодня пока все, продолжение следует.